Нейропротез речи. Объясняю еще раз. Хочу сказать буквально пару слов о том, на чем основывается мой подход к созданию нейропротеза речи для Саши, для неречевого аутиста, для моего сына, и возможно для других неречевых аутистов тоже подойдет, но только после индивидуальных обследований, конечно. Так вот, мой подход основан на том, что внешняя речь, самостоятельная внешняя речь для моего ребенка невозможна. Я в течение 9 лет его жизни проводила самые разные мероприятия по коррекционному воспитанию, по коррекционному развитию ребенка, упражнения на развитие речи и так далее. Речь не возникла, то есть у него есть только лепет. Речи, именно речи, вербальная речь, внешняя речь у него нет совсем. Из этого я сделала вывод, ну конечно не я одна, врачи тоже сделали вывод этот, провели мы обследование ребенка и предположение подтвердилось, у ребенка повреждена либо не функционирует зона брока. А зона брока в левом полушарии, зона коры головного мозга в левом полушарии, она как раз и занимается тем, что создает внешнюю речь человека. Так вот, у моего ребенка эта зона не работает. Как она не работает, почему она не работает, никто не знает и знать не может. Это врожденное в данном случае. Об аутизме и речи я буду говорить отдельно в другом видео и так далее. Сейчас я говорю только о том, что внешняя речь для Саши самого, лично для него, она невозможна. Поэтому единственным способом ему помочь заговорить, при том, что он, кстати, понимает речь, при том, что он думает словами, единственным способом помочь ему заговорить является вот этот вот нейропротез, является мой проект, то, чем мы занимаемся. Итак, еще раз, внешняя речь невозможна. Хочу в завершении этого видео отметить, почему люди, у которых речь была, они находятся в несколько другом положении. Есть сейчас такое направление исследований, такое понятие, как пластичность мозга, пластичность головного мозга. Вкратце, суть состоит в том, что мозг, утратив какую-то зону, имевшую определенный навык, переучивается, передает этот навык в другой зоне. Таким образом, человек, у которого часть мозга погибла в результате инсульта, может восстановить утраченные навыки. Например, снова научиться говорить, снова научиться двигаться, снова научиться что-то еще делать. Это другой совершенный механизм. Он изначально умел. То есть мозг этот навык имел, и он может его передать в другой зоне. Если же, но изначально, на старте, навыки возникают, так сказать, там, где надо, я считаю. И если навык там, где надо, не возник, то есть зона брака не работала изначально у ребенка, то и переучивание, научение его говорить, не представляется возможным. Конечно, конечно, я как мама надеюсь на то, что я не права здесь, и на то, что когда Саша будет уверенно говорить при помощи нейропротеза речи, какая-то зона его мозга начнет принимать на себя функции внешней речи, может быть, наконец, вот его губки, язычок, там, его гортань, и он произнесет слова, то есть он начнет пользоваться речью. Но это, знаете, из серии фантастики. Я думаю, что все-таки этого не произойдет, и мой ребенок будет пожизненно пользоваться нейропротезом речи на основе искусственного интеллекта и, наверное, на основе будущих еще более прогрессивных технологий. И вот здесь у меня действительно есть надежда на то, что обретение речи толкнет его в социализацию, сдвинет его в развитие и сделает его членом человеческого общества, который может жить самостоятельно без мамы, который может сам себе зарабатывать деньги, что и является самой-самой главной моей целью. То есть самой главной моей целью является дать моему сыну возможность в будущем, будучи взрослым, жить самостоятельно. Ну, на этом пока прощаюсь. Ждите следующих видео.